Привет, друзья! Сегодня насыпаю вкусности и полезности для вашей монтажки. Для тех, кто монтирует, сегодня будет жутко интересно, потому что сегодня платные и бесплатные эффекты и переходы для вашей монтажки. Причем, я монтирую в DaVinci, но не только для DaVinci, потому что эти эффекты заточены больше под Premiere, под After Effects, под Final Cut, но в DaVinci мы тоже можем их использовать, хотя они полноценно. Поэтому я очень жду, ребятки, с EA Juice, когда вы сделаете уже полновесную версию для DaVinci. Потому что в Adobe интегрируются эффекты по слоям, их можно корректировать и так далее, и так далее. Но не все я могу использовать DaVinci, к сожалению. Но, тем не менее, ребят, огромное количество, которое можно использовать в любой монтажке, несмотря вообще на производителей, как она работает. Потому что есть еще и пак универсальных эффектов и переходов. Сегодня мы говорим про компанию Air Juice, которая ускоряет нашу работу и дает нам готовые паки эффектов и переходов. И у них есть как платные, так и бесплатные. Я ссылочки внизу в описании оставлю, так что можете сразу переходить по ссылочке. И более того, если вы там покупку будете делать, то вам будет скидочка 10%. И это тоже вкусно и полезно. Потому что если вы зарабатываете при помощи монтажа денежки, это ваш инструмент. Он ускоряет вашу работу, он приносит вам прибыль. Это точно так же, как если вы снимаете, нужно купить камеру. И это тоже, в общем, полезно. Поэтому я себе штуки всякие такие покупаю, если я этим зарабатываю. Если мне нужно делать коммерческий проект. И я знаю, что он будет красивее, если я немножко инвестирую денег. Я обычно так делаю. Тем более, покупки, которые вы делаете, они остаются у вас. Вы можете использовать их далее. Но, тем не менее, есть еще и бесплатные паки. Поэтому сегодня покажу вам все, что, в общем, можно вытянуть оттуда. Так, переходим сначала не в DaVinci, ребят, не в монтажку. Сначала мы на сайте iAdjuice, вот по ссылочке, которая у вас есть, качаете себе переходы. Пак переходов и эффектов, платных или бесплатных. И устанавливаете программку iAdjuice. Это, грубо говоря, такой менеджер ваших паков переходов, эффектов. И давайте сейчас перейдем сразу в нее. Сначала вы устанавливаете программу, грубо говоря, браузер ваших эффектов, переходов. Там отображаются как доступные вам, как купленные, бесплатные, так и показываются те, которые вы уже загрузили. Это выглядит вот так вот. Сверху у меня отображаются купленные. И вот здесь у меня показываются бесплатные, которые я тоже могу использовать. Когда вы наводите мышечку на какой-то пак, вам показывается его содержимое. Это не значит то, что это лежит у вас уже на компе. Это значит, что вы можете его загрузить к себе. Выбираете нужный вам пак и нажимаете загрузить. Там, где есть облачко, это не загруженные. Там, где облачко нету, это загруженные паки. Вот, допустим, VHS пакет я использовал, и у меня он лежит уже на компьютере. Но, тем не менее, в нем тоже находятся эффекты, которые загружаются каждый отдельно. Для начала в настройках вы должны будете указать папку, куда вы это дело все сохраняете. И потом выбирать, что вы хотите себе закачать на компьютер. И либо двойным щелчком мыши, либо нажимая на стрелочку загрузка, вы закачиваете себе, выбираете нужный вам эффект. Либо переход. В принципе, эффекты можно использовать как переходы. Вот, например, перемотка. Это эффект, но мы его будем использовать как переход. Вот. Нажимаем загрузить. Он показывает нам папочку, в которую он загрузился. Это обычный видеофайл. Мы его берем и перетягиваем в монтажку. Я сегодня буду все показывать на примере DaVinci, но, в принципе, можете в любой монтажке так с ним работать. Загружается наш видеофайл. Он у нас на черном фоне. Чтобы мы его видели прозрачным, выбираем режим композитинга на Add. Так как он у нас лежит на черном фоне, черный фон при Add убирается и остается прозрачное видео. Смотрите, мы можем это дело использовать как эффект. Можем использовать как переход. Каким образом? Ну, например, вот возьмем перемотку. Я использовал ее именно как переход. Перематываем до места, где экран становится синим. И в этом месте разрезаем. Переносим на место склейки. Немножко подкоротим начало, чтобы оно не было таким длинным. И потом возьмем кадров на 5-7. Разрежем снова. И сделаем эту часть абсолютно непрозрачной. Заходим снова в композитинг. Выделена у нас средняя часть. Переводим в Normal. Чтобы оно было непрозрачным. И добавим еще какой-нибудь небольшой хвостик. Чтобы плавно войти в следующий кадр. Ну, вот такой кусочек перемотки. Что еще есть интересненько? В разделе бесплатного есть стартер пак. Вот такой вот. В нем такие примеры разных других эффектов. Которые мы можем тоже загрузить на комп. Это бесплатно. И точно так же перетащить в монтажку. Он уже на прозрачном фоне. Вон какой-то кружок. Мы можем его использовать как какой-нибудь акцент. Давайте найдем его центр. Для этого нам его нужно немножко сместить. Отцентровать. Потом копируем. И реверсируем. Меняем скорость на минус 100. Соответственно, у нас получится переход-выход. И уход. Вот так вот. Это, в общем, достаточно просто. Если вы монтируете какие-нибудь активные видосики. Вот такие вот штуки вам могут очень даже пригодиться. Здесь их достаточно много. Такие техногенные шняшки. Очень можно классно использовать. Ну, и всякие анимашечки. Вот такие анимашечки. Когда вам нужно на что-то указать. То же самое. Вы можете просто качнуть это дело все. И точно так же анимашку просто положить сверху. И направить в нужное место. Вот таким вот образом. Вот этот корабль. Отлично. Можно ее замедлить. Можно ее остановить и так далее. То есть все очень даже просто. Можно в момент, когда она уходит. Поменять ее направление. Задаем ключевой кадр. На следующем кадре. Разворачиваем ее вверх. Вот. Как-то так. Без проблем. Очень быстро и просто. И реально это украшает видео. Это очень классные эффекты. Если вы стилизуете видео под старый фильм. Вы, в принципе, можете использовать вот и переходы вот эти. И рамочки. Ну, давайте вот какую-нибудь для начала рамочку набросим. Ну, вот какую-нибудь. Какую-нибудь вот эту. Качаем. Переносим ее на нужное место. Но переводим уже в композит мод. Не в это. А она беленькая. Нам надо убрать. Мультиплай. По длине ее нам не хватает. Поэтому просто копируем. Если вам нужно еще продолжить. Это можно сделать тоже двойным копированием и так далее. Копируем столько, сколько нам нужно. Далее. Давайте сделаем же теперь переходик вот в этом месте. Для этого мы качнем какой-нибудь пленочный переход. Ну, давайте вот этот качнем. Переносим на верхнюю дорожку. Вот так вот это выглядит. Очень неплохо. Причем вы можете добавить еще украшатель. Смотрите, здесь у нас есть еще вот такие вот рамочки. Давайте качнем для начала одну. Нам нужно совсем немножко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять кадров оставим. И качнем еще одну для выхода. Ну, вот другую. Вот эту вот давайте качнем. С белым фончиком. Тоже отступим. Два кадра, например. И оставим тоже под десяток кадров. Явно украсит нам. Вот теперь у нас отличная просто склейка вообще замечательная. Ну, единственное, что нужно режим наложения все-таки поменять. На вот этом кадрике нам нужно ставить add. Все, отлично. Вот у нас прям настоящая замена катушки произошла сейчас. Шикарно. Эффектов более чем достаточно. И есть прям очень много классных. Вот разбитое стекло. Это тоже можно использовать как переход. Просто отлично. Я уже тоже пользовался такими штуками. Давайте сделаем еще один переходик. Находим место, где у нас стекло начинает разбиваться. Предыдущую часть отрезаем. И находим момент разбития. Все, лишнее тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять кадров оставили. Лишнее отрезали. Теперь переносим его на десять кадров в сторону. Отрезаем лишнее. Ставим верхний слой на момент склейки. И разрезаем нижнюю часть, наш основной ролик, чтобы мы могли на него накинуть еще немножко шейк. А на верхний мы накидываем композит мод add. Давайте на нижний набросим шейк. И точно так же делаем на вторую часть. Отрезаем лишнее и получаем вот такой вот переход. Да, его еще нужно допилить. Но идею вы поняли. В Air Juice можно найти огромное количество вкусняшек разных, которые просто ускоряют вам работу. Вот и все. Ну, как минимум, есть бесплатный пак. Если вы хотите попробовать, можно это сделать уже прямо вот сейчас. Если их захотите покупать, по ссылочке можете покупать. Будет вам еще немножко приятный бонусик в виде десяти процентов. Тоже хорошо, друзья мои. Потому что максимальный пак без скидки, когда он продается, он стоит в районе тысячи долларов. Ну, это прям реально много. Поэтому надо ждать или скидки. У них очень часто скидки проходят. Поэтому под скидочки можно себе покупать постепенно какие-то интересности. Их очень много. Вы можете посмотреть их на сайте. Потому что, честно говоря, я даже не все их использую. Потому что в паке я чаще всего нахожу себе пару каких-то классных штук, которые вот прям мне вообще заходят. Но, тем не менее, в паке можно брать очень удобно. Если вы монтируете что-то вот такое жестко-кислотное, можно взять вот, например, пакет Cyberpunk, пакет Neon и пакет Glitch. Вот этот. И, в принципе, он покрывает все вообще потребности. То есть, вот всю кислоту можно с тремя этими пакетами монтировать уже абсолютно без проблем. Тут и шрифты, как бы, и все здесь есть, абсолютно все, что надо. Если вы монтируете в премьере, то вам тройной бонус. Потому что это все в Adobe интегрируется. И в After Effects это работает. И в премьере это работает. Вам даже не надо выходить из программы. Вы прям в программе можете себе докачивать и забрасывать на таймлайн. Причем, если вы забрасываете какие-то эффекты, очень многие из них корректируются. То, что вот нету в DaVinci, от чего я просто страдаю. Потому что, если вы взяли, допустим, киберпанковский пакет, выбираете просто шрифтовую какую-то плашку, набрасываете ее, вбиваете свой текст. Все! То есть, вот в DaVinci этого, к сожалению, сделать не все можно. Но можно использовать вот так, как я показал, накладывая отдельными слоями и потом корректируя эти слои под себя. Поэтому, в принципе, неоновый пакет, вот тоже вот неоновый пакет, без проблем, работает в DaVinci. А вот в киберпанке уже, допустим, те, что со шрифтами и так далее, к сожалению. Ну, в общем, вы идею поняли, что здесь можно покопаться и найти себе просто огромную кучу интересного. С чем я вас и поздравляю. Потому что для меня это было открытие. И я рад, что у вас теперь тоже есть такая информация. Я рад ей тоже поделиться с вами. А на этом, друзья мои, все. С вами был Сергей Блинов на VideoZoneXL. Заходите в гости по воскресеньям. Буду рад пообщаться в комментариях. Ну, или заходите в Telegram. До встречи, ребят. Пока.